Библейский портал экзегет.ру представляет 18 глава я читаю перевод российского библейского общества книги исход для библейского портала экзегет вот началась уже давно история собственно исхода и исход из Египта состоялся а приход Ханаан состоится не скоро и не в этой книге но это ведь не просто история пространства можно было сказать это история странствий это история про исход из состояния рабства из состояния подавленности из состояния вот такого ничтожества в котором израильтяне были в Египте а к состоянию свободы, ответственности и доверия Богу трудное занятие, непростое и Моисей, ну смотрите он там получил в Египте образование да, он божий избранник, он великий пророк но он не администратор вот сколько раз я убеждался что талантливый администратор и талантливый кто бы то ни было еще это как правило разные работы в одном человеке редко эти таланты совмещаются вот Моисей пророк, но не администратор а надо народ администрировать что с этим делать? на повседневной основе вот они идут по Синаве и проходят местность Медиан, где соответственно Моисей нашел себе жену и там его очевидно остаются родные и близкие потому что смотрите они с ним вроде пошли в Египет, но там на стоянке Господь его хотел и мертвить в 4 главе мы читали и дальше про них ни слова наверное Моисей их отослал к тестью домой но мы этого не знаем точно это наши такие догадки во всяком случае с тестью он встретился Медианский жрец Цитро, тесть Моисея услышал про то, что сделал Бог для Моисея для своего народа Израиля про то, что Господь вывел народ Израилев из Египта вместе с Цитро находилась цепура жена Моисея, которую Моисей перед этим отослал обратно к отцу вот почему мы так думаем и оба его сына, одного звали Гершом что значит я поселился на чужбине а другого Элиезер, что означает Бог отца, и его пришел мне на помощь и спас от меча фараонова ну Гершом это Гер странник а Элиезер, Бог моя помощь интересно, что значение имени здесь толкуется значительно больше, чем вот в самом значении слов да, и спас от меча фараонова этого в имени нету но это такой вывод, который значение имени мы делаем Итро привел их к Моисею в пустыню, горе Божье где стоял стан Моисея и велел передать ему пришел Итро, твой тесть, твоей женой и сыновьями Моисей вышел, поклонился тестью, поцеловал его и обменявшись приветствиями они вошли в шатер Моисей рассказал тестью о том что сделал Господь с фараоном и египтянами заступаясь за сынов Израилевых о том, как труден был их путь через пустыню, и как Господь их спасал порадовался Итро что так много добра сотворил Господь для сынов Израилевых спасая их от египтян а ведь Итро жрец значит язычник нигде не сказано, чтобы он был жрецом Господа он был жрецом, когда Моисей с ним познакомился и мы остался у него свои какие-то боги ну вот вам пример межконфессионального диалога как это сегодня называется да? то есть не обязательно обращать его в веру в единого Бога но можно с ним беседовать уважительно главное, чтобы он радовался добру который от Господа пусть это всего лишь его радость за свою собственную семью за своего тестя за отца своих внуков но все-таки вот хотя бы это это уже не так мало и сказал Итро благословен Господь который спас вас от египтяна фараона и избавил ваш народ от египтян теперь я знаю, что Господь превыше всех богов как бы они не превозносились Итро, отец Моисея принес Богу першественные жертвы и жертву всесожжения пришел Арон пришли старейшие на Израиль и была у них с тестем Моисея совместная трапеза при лицом Божьем смотрите вот вам экуменизм в чистом виде да? то есть язычник Итро совместно с Моисеем молится единому Богу участвовать с ним в трапезе трапеза, конечно, имеет ритуальное значение это не просто они сели покушать потому что проголодались оказывается, возможно, и такое там, где есть это признание величия Бога Итро не стал израильтянином кажется может быть, стал но напрямую этого не сказано но он стал относиться уважительно этого достаточно не нужно пытаться сделать всех такими какими ты хочешь их видеть но там, где у людей есть готовность говорить с тобой по-доброму где есть готовность признавать твою веру как высочайшую ценность говори с ними дай им это признание и не препятствуй им прийти к Богу со своей стороны может быть по каким-то своим причинам может быть просто потому что он ну внуков своих хочет почтить да и хочет для них какого-то хорошего отца да и поэтому к тебе относятся хорошо и оказалось что Итро вообще очень полезный человек на следующий день Моисей разбирал тяжбы между израильтянами с утра до вечера он был окружен людьми представляете себе этот кошмар приходит с утра до вечера и выясняет а этот мне там то а вот она мне там это да увидев увидев это тесть спросил что ты делаешь здесь с этими людьми почему ты перед ними сидишь один они все стоят вокруг тебя с утра до вечера они приходят ко мне чтобы прошать Бога отвечал Моисей когда нужно решить какое-нибудь дело они идут ко мне а я разбираю их тяжбы учу их законам и правилам Божьим Моисей абсолютно не был готов делегировать ответственность правда один начальник на всю эту толпу народа и он должен каждую проблему решать сам неправильно ты делаешь сказала Моисей если ты сам измочишься эти люди измочатся тяжело тебе один ты не справишься послушай моего совета да пребудет с тобой Бог будь посредником между этим народом и Богом передавай их дела на рассмотрение Бога разъясняем законы и правила учи по какому пути им идти и как поступать ну то есть руководи процессом в целом да не каждого конкретного там поругался чья коза заблудилась моя или соседская да или там женщина с соседкой поругалась вот в это не лезь а объясняем вот как это все в целом да вот будь законодателем а не судьей мировым а из народа выбери достойных людей богобоязненных правдивых неподкупных и поставь начальниками кого над тысячей человек кого над сотней кого над полусотней кого над десятком то есть выстрои иерархию систему делегирования полномочий они постоянно будут с народом разбирая тяжбы между людьми все важные дела будут передавать тебе они значительно решать сами прекрасный совет твое бремя станет легче они разделят его с тобой если сделаешь так бог будет давать себе указания ты сам сможешь выдержать и люди будут с миром возвращаться к себе вот ну прям современный менеджмент да вот хороший иначе не назовешь моисей моисей послушался тести и сделал как тот сказал выбрал из народа израиля достойных людей поставил их начальниками кого над тысячей человек кого над сотней кого над полусотней кого над десяткой десятком они постоянно были с народом разбирали тяжбы между людьми все трудные дела передавали моисея незначительно решались сами плох тот руководитель который пытается руководить абсолютно всеми процессами моисей простился с тестем и тот отправился домой в свою землю то есть вот не пошел с ними но свой вклад в устройство израиля внес еще один урок не нужно чураться языческой мудрости не нужно ждать что все вокруг дураки только один ты и скажем тот кто для себя авторитетен могут себе чем-то помочь вот и у язычника не грех чему-то поучиться не грех принять от него наставление признать что ты был неправ до тех пор пока он тебе это не объяснил прекрасные уроки вот смотрите как в этой истории исхода сочетается с одной стороны исключительность израиля а с другой стороны какое-то глубокое смирение вот израильтян это же израильтянин пишет нам трудно точно сказать кто относительно своего народа здесь нет и тени такой мысли ну мы всегда были самые лучшие а эти там они какие-то не такие плохие нам мешают вредят и прочее ничего подобного да есть враги амаликитяне мы в прошлой главе читали с ними надо воевать приходится потому что они сами напали а есть тут такие помощники как и тро которые не наши вроде бы но нам очень даже ценны ну и портреты израильтян вот как портретах как единого народа как единой общности он очень далек от идеализации среди них очень много происходит всего лишнего и в следующих главах мы еще не раз с этим столкнемся и в следующих Продолжение следует...